Ну, ты же у нас гений! А? Вон, как высоко забрался. Рукой не достать. Куда уж нам до тебя, а? Ну-ка, помолчи. Ты же мужчина, Леонид. И мальчиком был с тебя другой спрос. Ты в жизни сам пробивался. А она девочка. Ей надо помогать встать на ноги. Правильно! Родили, значит, заботьтесь. Помолчи. Такой разговор будет еще. Суров, суров. Ты расскажи, кто тебе помогал. Ты 14 лет работать пошла, и никто тебя не тянул. Сапоги тебе не покупали за 120 рублей. Тогда другое время было. Мы в чем воспитывались? Сейчас тяжело, трудно. Ну, тяжело. Зато дети наши будут расти в сытности. Теплее ходить. Ну, думаю, наступило время детей воспитывать в сытности, в достатке. Ну? Я на трех работах работала, и то куска не доедала. Думал, пускай детям достанется. Разве мы думали, что так получится-то? Родная дочь не хочет с нами говорить. А о чем с вами разговаривать? У нас с отцом отпуск. Мы хотели поехать в деревню. Там лес, речка, ягоды. Не хочет. Будем в навозе копаться. Она не поехала, и мы остались. Не можем ее одну оставить. А она с бандой связалась. С бандой. С бандой. Да много вы понимаете. Амемы. Что? Что ты сказала? Ничего. А ну, повтори. Я спрашиваю, как ты назвала отца с матерью. Леня, не надо. Не надо, Леня. Осторожней, Леонид. Ничего. Ну, господин офицер, на женщину руку подняли, но вы еще ответите. Да ты не женщина. Дрянь! Сиди здесь, а завтра мы вместе пойдем к прокурору. А я во окно выпрыгну, понял? Давай, прыгай, давай, со второго этажа. Останешься жива. А ноги поломаешь, будешь хромая танцевать.